И тогда вот я читаю дальше, что и среди сынов Израиля есть внутренняя часть, которая занимается внутренней частью Торы, и внешняя часть, которая занимается только внешней частью Торы, действиями Торы. И вот я хочу спросить, что заставит людей заниматься внешней частью Торы? Что заставляет их заниматься внешней частью Торы? Ведь это приводит в мир все беды. Почему же они занимаются только внешней частью Торы? Они же не глупцы. Мы же не... Почему они не такие умные, как мы? Мы умные, мы пришли учить Каббулу, а почему они не такие умные? Это не зависит от глупости или от... Это зависит от желания. Не зависит от разума. Желание. Если содержит в себе горящую точку в сердце, тогда такое желание с помощью точки в сердце устремляется к связи со светом. Желают уподобиться ему. Желание, в котором нет точки в сердце, которая его тащит. Когда оно в нем горит, так оно не стремится. И поэтому... Так и делятся все люди. И среди Исраиля, и среди народов мира. По мере точки в сердце, насколько она более скрыта или более раскрыта, это во-первых. Во-вторых, мы тоже должны понять, что процесс, который прошел Исраиль, отличается от процесса, который проходят народы мира. Народ Исраилю достоился своего личного исправления во времена Первого Храма. И с тех пор находятся в падении, непрекращающемся падении. Потому что намерение творения, творение было заложено, чтобы Исраиль был разбит. Как во время разбияния Келим, когда Келим Дахгад по отношению к Первому Храму и Тангим по отношению ко Второму Храму разбились. И тогда перемешивание этих Келим имело смысл, чтобы Исраиль вышел в изгнание. На какое время? Не определено. В данном случае произошло 2000 лет. Хотя изгнание завершилось, по сути, еще во времена Арии. Тут много разных расчетов, но как бы это ни было, не имеет особого значения. Изгнание должно было произойти, оно было заложено изначально. Втворение и народ Исраиля должен прийти к тому, чтобы он пробудился прежде. И затем увлек бы за собой народы мира. Как две части, которые находятся в одном желании получать. Одна часть, которая уже в этом находилась и упала. И из этого падения имеет еще большее желание получать, еще более жестокое. И поэтому он должен исправить себя. Но исправляя себя из этого падения, из разбиения, имеет такой сильный потенциал, когда он может увлечь за собой все народы мира. Убедить их реально в этом мире, быть им полезными и так далее. Сами по себе народы мира, из-за того, что народ Исраиль был среди них, перемешавшись с ними, и сейчас, когда Исраиль пробуждается, получает окружающие света. И эти окружающие света действуют также и на народы мира. Но народы мира, получая окружающие света, пробуждаются против Исраиля. Потому что они все еще находятся в состоянии зла. И у них нет собственного желания достичь добра. Они ощущают себя зависимыми от Исраиля. И эта зависимость выражается в антисемитизме. Они утверждают, что Исраиль — это те, кто несут все зло в мир. И на самом деле, это то, что происходит в жизни. Реально, это так. Если кто-то несет Исраиль, так это только тот, кто не несет свет в мир. А это Исраиль. Только они в состоянии передать свет. И поэтому народы мира имеют правильную... Их претензия верна. И Исраиль несут зло тем, что не передает мир. В этом их претензия. Если же Исраиль передадут свет, то все изменится в лучшую сторону. И поэтому их отношение как бы оправдано. А Исраиль обязан и понять, что все это пробуждение, которое приходит к народам мира, негативно выражается к Исраилю все ради того, чтобы побудить Исраиль к исправлению, которое он обязан передать в мир. Мы будем намеяться, что Исраиль, в конце концов, это поймут. И передадут справление.